Добрый день, дорогие друзья! Рада вас приветствовать сегодня. Меня зовут Анастасия, и в этом нашем бесплатном курсе мы с вами разберем 5 важных навыков ассистента, после которых берут на работу. Давайте я вам представлю, чтобы вы мне уже с этой минуты начали доверять еще больше. Как я уже сказала, меня зовут Анастасия, у меня два высших образования по направлению Project Management и журналистики, и я отработала примерно в 20 компаниях на позиции бизнес-ассистента и достигла в карьерной лестнице, исходя из, так скажем, низшего звена, если можно так сказать, в компаниях бизнес-ассистирования до руководителя отдела направления. За это время я переходила из личного ассистента в помощника руководителя, бизнес-ассистента, Project Management, менеджера по продажам и уже впоследствии руководителем отдела. Была очень насыщенная карьера, и я понимаю, что самые лучшие и креативные задачи мне приходили ровно тогда, когда я была бизнес-ассистентом. И если вы сейчас решили, что вам точно необходимо понять и изучить эту профессию, вы хотите зарабатывать большие деньги, потому что бизнес-ассистент зарабатывает сейчас от 50 тысяч рублей, а когда я начинала где-то 3-4 года назад, он зарабатывал всего лишь 30 тысяч рублей среднее, сейчас 50. Поэтому профессия перспективная, и в этом уроке, и в последующих уроках мы с вами разберем, чем должен обладать бизнес-ассистент, чтобы его сразу же принимали на работу. И в этом уроке мы с вами разберем технику, не обращаясь к руководителю с вопросами, а приходи сразу с решением, что это значит. И это самая первоначальная базовая вещь, которую требует любой руководитель от вас, когда вы приходите на первый этап собеседования. Это база, и это главное. Зачастую это самый первый вопрос в анкетировании, или у рекрутера, или у самого руководителя. Почему? Потому что руководителю не нужен дополнительный абьюзивный сотрудник, который будет постоянно тратить его время и постоянно задавать лишние вопросы, и будто складывается впечатление, что это не вы пришли к нему работать, а руководитель работает на вас, чтобы вы делали его задачи. И я вам сейчас расскажу, как со стороны руководителя это выглядит. То есть я сама была и бизнес-ассистентом, и руководитель. Я прекрасно понимаю тех сотрудников, которые только начинают свой путь, которые проходят стажировку, или которые только думают начать себя развивать в этом направлении. Они всегда думают о том, что если я буду часто подходить человеку с вопросами, то он подумает, что я сильно заинтересован в своей работе, и непосредственно очень хочу выполнить все задачи срок. Но количество задач и времени, которые вы тратите только на их, если можно так сказать, разжевывание задач, чтобы руководитель сделал дополнительно, это очень его угнетает, и он сомневается в вашей компетенции. Я задаешь слишком много вопросов, Морти. Поэтому вам необходимо сразу же с лету начинать решать задачи по технике, не обращаться с вопросами, а искать первоначально решение. И сейчас я вам расскажу, как руководитель смотрит в принципе на всех сотрудников, на подчиненных. Почему? Потому что когда вы встанете на его место, а вам нужно вставать на место руководителя, потому что так или иначе вы либо им станете, если вы планируете работать в сфере бизнеса и бизнес-процессов, либо вы хотите всегда быть бизнес-ассистентом и классным ассистентом, который зарабатывает хорошие деньги. Для этого вам необходимо всегда вставать в позицию руководителя или быть его в шкуре по-другому. Итак, что у нас делает руководитель, когда нанимает себе сотрудников или как он с ними коммуницирует, что он испытывает и какие у него есть боли. Первоначально руководителю важно найти баланс между заботой о своих подчиненных и эффективным управлением с помощью своего времени. Если у вас в команде или у руководителя есть человек, который постоянно требует внимания и времени, он будет устанавливать границы и учить его быть более самостоятельным. Учтите это. Для начала стоит, конечно же, поставить ему четкие рамки для взаимодействия с вами, определить время, когда можно приходить с вопросами и просьбами или помощью. И, естественно, он не будет допускать прерываний вне этих временных рамок. Также можно поощрять сотрудников, если они хорошо выполняют свои действия, и предлагать им также развивать свои навыки и дослужиться до какого-то более высокого чина. Если руководитель продолжает заботливо обращаться к вам, важно честно, спокойно обсудить с ним это поведение. Он также может предложить более эффективный способ общения, например, через электронную почту, мессенджеры или созвонный раз в неделю. Обязательно поддерживайте это и как можно больше тратьте это время с пользой, если у вас есть такая возможность. Важно понимать, что именно сохранение профессиональных отношений и уважительного общения является ключом к успешному разрешению любых побочных ситуаций. Таким образом, мы понимаем, что многие руководители, которые уже давно в бизнесе, они всегда стараются опекать сотрудников. И сотрудники садятся им на шею, и всегда получается такая ситуация, что руководитель решает все задачи сам. То есть он уже дал полную инструкцию, ему осталось буквально нажать две кнопки, и это действие будет совершено. Вопрос, зачем тогда ему бизнес-ассистент, если он сам неплохо справляется? Так он еще и платит вам или бизнес-ассистенту деньги. И рано или поздно руководитель это поймет, и, соответственно, где-то грозит увольнение, где-то будет расти пул недовольств, пул к вам безответственного отношения, и вам самим это не понравится. Поэтому нужно быть с первых дней абсолютно самостоятельным. Как это сделать? Никаких вопросов не должно возникать. Если руководитель ставит задачу в данный момент, не нужно говорить, да, я все понял, а вы ничего не поняли. Обязательно уточните и спросите в данную секунду, потому что он еще может потратить время на вас. Если вы испугались, забоялись, страшно, очень страшно, не захотели показаться глупыми, то это будет ваша проблема. И не будьте теми людьми, которые постоянно стоят у двери, мне только на 5 минут, мне только на 5 минут. Каждые 5 минут превращаются в 10, в 15 и 30. Так или иначе, вы руководителю будете неэффективны, как бизнес-ассистент. Это первое, что нужно уяснить. Всегда обращаться с вопросами в постановку задач. То есть прям составите либо список вопросов, либо, если вы чего-то не поняли, спросите, когда я могу вам позвонить, или сообщить там о выполнении или о ходе задачи на протяжении дня. И вам руководитель назначает время, если у него оно есть. Но не злоупотребляйте этим. Это очень неприятно. И это очень отнимает силы и время, когда приходится повторять одно и то же. Это самое нелюбимое, когда руководитель слышит одно и то же. Один и тот же вопрос, когда не решается одна и та же задача на протяжении долгого времени. И если вас не увольняют сразу за счет того, что руководитель к вам этичен и лоялен, то, как я уже сказала, самое неприятное, это полнедовольство, когда вас переходят из профессиональных отношений в профессионально-абьюзивные отношения. Не допускайте этого и всегда задавайте вопросы в нужное время, в нужном месте, при постановке задачи. После того, когда вы задали все необходимые вопросы руководителю, вы поняли выполнение, обязательно перескажите эту задачу, как вы ее поняли. Примерно подобной фразой. Правильно ли я понял, что мне нужно сделать? И начинаем перечислять по пункту. Руководитель говорит, да, нет, вот тут не понял. Вы это все фиксируете и пересказываете еще раз. Для того, чтобы у вас создался, если можно так сказать, полный мэч в вашем понимании выполнении задачи. Обязательно пропишите результат. То есть вам необходимо вместе с руководителем понять, для чего это нужно. Что вы хотите получить там данной задачей. Просто выполнить задачу для того, чтобы было. Обязательно уточняйте, зачем. Потому что, возможно, она нецелесообразная. Руководитель поменяет ход задачи или ее цель. Потому что руководитель, он тоже обычный человек. Иногда ему кажется, что нужно что-то сделать, а потом понять, для чего это нужно. Вы можете сразу это пресекать, скажем, в лояльной, удобной форме и сказать, что а для чего нам это нужно, что нам это даст. Не потому, что вы не хотите делать эту задачу, а потому что вы хотите сделать и получить результат. Это он точно оценит. И третий важный момент, это ваша коммуникабельность, насмотренность, любознательность и докопаться до истины. Вам важно первоначально всегда пробовать самим. Важно пробовать, искать информацию самим. Если не получается ее найти, вам не хватает данных, вы понимаете, что эти данные лежат где-то в недрах самой компании или у каких-то сотрудников. Пожалуйста, сделайте так, чтобы вам достать всех с этой информацией, кроме руководителя, чтобы руководитель об этом не знал. То есть, вы сначала идете в интернет, ищите, в интернете не находите, не получается. Идете к сотрудникам компании, докапываетесь до всех. Где мне это взять? А кто этот человек? А можно номер телефона? Когда с ним созвониться? Пишите этому человеку, что я вот такая-то, такая-то, я бизнес-ассистент Анастасия, мне нужно получить эту информацию для того, чтобы где ее взять. Пишите, прям достаете каждого человека, пока он не даст вам ответ. И только после этого, если ничего не получилось, вы идете бессильно к руководителю, говорите, что у вас не получается, вам срочно нужна помощь, иначе задача не будет выполнена на 100%. Тогда он это оценит и тоже пойдет вам на встречу для выполнения задачи. И как следствие, вам не нужно, чтобы ваша задача была выполнена, вам нужен алгоритм действий. То есть, как говорится в той поговорке, не давай условно бедняку рыбу, а дай ему удочку. Вам должен руководитель давать удочку, и вы просите у него удочку, а не рыбу. Потому что, когда подобная задача прилетит еще раз, вы не будете знать алгоритм решения, потому что вам решение уже дали, а это неправильно. Вы ничему тогда не научитесь, не будете развиваться ни в профессиональном плане, и вы просто привыкнете. Человек такое существо ко всему хорошему привыкает быстро. Но я за то, чтобы все свою работу выполняли эффективно, вовремя, и чтобы вы на этом развивались, получали навыки. Это очень важно, и вам это поможет в жизни и в профессии. Спасибо, что были со мной. Я надеюсь, вы уяснили первое правило, которое вам необходимо в принципе выучить. И если вы будете использовать его при каждом собеседовании, что вы не обращаетесь к руководителю с вопросами, а обращаетесь с решением, то это уже в 90% вероятности вас пропустят в следующий этап, потому что такие люди точно нужны. Спасибо за внимание. Я с вами прощаюсь и увидимся в следующем уроке.